Шесть утра, уже какие-то люди тут ездят. Чего не спим? Я думал, я один буду на дороге. Всем привет, это снова я, и сегодня мы продолжим с вами изучать город Нью-Йорк и смотреть на него под разными совершенно углами. Наш сегодняшний угол – это... Как бы выглядел Нью-Йорк, если бы городские улицы очистились от автомобилей и были полностью заняты пешеходами, бегунами и велосипедистами? Каким бы стал тогда город? Сегодня у нас есть уникальный шанс увидеть такой Нью-Йорк своими собственными глазами. Такое редко, но случается. Ну что, погнали кататься по освобожденным от автомобилей Манхэттенским улицам. Это видео вышло в двух версиях. Обычный, который вы смотрите прямо сейчас на Ютьюбе, и расширенный, который доступен для тех, кто оформил ежемесячную подписку на сайтах Патреон или Бусти. Ну, Манхэттен в это время тоже еще сонный. Машин мало, из пешеходов только люди, занимающиеся спортом в основном. Ну, или какие-то, кого мучает бессонница. Ну, практически нет людей. Даже на набережных очень мало еще народу. Хотя, сейчас уже почти 7, без 15,7. Я фактически доехал за 50 минут. 50 минут до Центрального парка. Но я всю дорогу ехал со скоростью 70 миль в час. Только вот в конце моста. Был маленький-маленький-маленький затор. А так я ехал, считайте, 110 км в час прямо от дома. Ну, почти до Центрального парка. Вот я съехал с хайвэя. Здесь, конечно, по улицам уже не разгонишься. Ну, здесь не особо и нужно разгоняться. Ну, что, Манхэттен. 7 утра у нас. Наверное, уже чуть-чуть больше. Я сейчас на 2-й эвеню. Еду против шерсти, но я не специально. Сейчас я... Еще люди скат, видите. Вообще не все встали. Кто-то моет тротуары, кто-то едет на велике. Ну, вообще, все еще закрыто. Ну-ка, быстро. Знатоки Нью-Йорка. Кто в домике жил? На углу парка Эвеню 96-й. 97-й, точнее. Эвакуаторчики убирают тех, кто неправильно припарковался. Потому что сегодня на парке Эвеню парковка запрещена. И те, кто об этом почему-то забыл или не посмотрел внимательно. Я не знаю, что с ними, кстати, будет. Оттащат их на парковку для эвакуации машины или просто куда-то на соседней улице. Гуманно они поступят или не очень. Но, в общем, полиция в полный рост работает. И сами полицейские стоят вдоль улиц. Вот они. И вообще на каждом перекрестке стоит по копу. Людей практически еще нет. Ни лосапидистов, ни пешеходов. Сейчас саб царапает. Нет машины. Причем машина полицейская. Что интересно. Городской фестиваль Summer Streets, летней улицы, проходит в Нью-Йорке с 2008 года. Проходит каждый год в августе месяце. И единственный год, когда его не было, это был тот самый пандемийный ковидный год, когда не было у нас вообще ничего. Теперь он вернулся, и можно опять наслаждаться городом без машины. Представить себе, что же такое жить в мегаполисе, в котором улицы максимально дружелюбны к пешеходам-велосипедистам. Что такое город без автомобильного транспорта. На самом деле, для Нью-Йорка, как мне кажется, это очень-очень круто. Когда на Нью-Йоркских Эминю, на стритах нету машин. Когда между вами и городом нет никаких препятствий. Ну, естественно, где-то маршрут прерывается на то, чтобы пропускать машины. Вы все равно их видите, они все равно присутствуют. Но, тем не менее, ощутить город максимально дружелюбный к велосипедистам, это мероприятие позволяет, мне кажется, сполна. Ну что, вот это начало, получается, маршрут или конец, смотря откуда ехать. Это у нас 109-я улица. Здесь написано, что это Uptown Rest Stop. То есть, место для отдыха в Верхнем Манхэттене. И на каждом таком месте отдыха, их 4 штуки, на протяжении от 109-й улицы до Бруклинского моста, что-то происходит. Вот здесь, вот видите, например, происходит цирковое представление. Ну, скорее всего, будет происходить, скорее всего, они тренируются. Насчет остановок, я, конечно же, наврал их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть на маршруте. И мы с вами начинаем вот здесь вот, а поедем по Парк-Ивеню. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Через весь Манхэттен до самого Бруклинского моста. И на каждой остановке есть какая-то своя фишка, которой нет в других местах. Вот здесь, например, бесплатный прокат и обучение катанию на роликовых коньках. Ну, еще никто не пришел. Поэтому пока все лежит на месте. Мне кажется, это какой-то беговой клуб, который сейчас стартанет здесь и будет бежать до самого Бруклинского моста. У них, видимо, точка сбора. Город Нью-Йорк, который вообще очень пешеходный город. А одна из, скажем так, его, как мне кажется, классных особенностей по американским меркам, по сравнению с американскими городами, это то, что в Нью-Йорке можно, нужно, удобно, комфортно ходить пешком и ездить на велосипеде. И вот такие мероприятия, они, конечно, делают Нью-Йорк более дружественным, более френдли. Но три дня в году это, конечно, явно недостаточно. Полицейские так даже при визите президента, по-моему, не стоят часа на перекрестках. Они стоят просто через 30-40-50 метров. Ну и с вами тем временем въехали в район, который называется Апажисайд. На районах, где живут, в общем-то, без преувеличения самые богатые люди в стране. Район, в котором средние доходы годовые измеряются не десятками и даже не сотнями тысяч долларов, а миллионами в некоторых кварталах. Район, в котором очень сложные взаимоотношения с рынком недвижимости. Район, который называется районом старых денег, Old Money. И все это верхний Иссайт. И мы едем по главной улице верхнего Иссайта, Парк Эвенен. Тут практически нету никакой коммерческой недвижимости. Ребята любят тишину, деньги любят тишину. И люди, живущие здесь, не хотят, чтобы кто-то ходил, шумел. Все дома, которые здесь находятся, они с дорманами, со швейцарами. Во всех домах есть и не один человек, который дежурит на входе. Вот они как раз сейчас будут стоять в униформе. Вот, например, человек, разговаривающий с пожилой женщиной, которая здесь живет. Как раз один из дорманов. Район, как я уже сказал, очень непростой и даже очень сложный. Но даже его жители, как вы видите, вынуждены следовать потоку городской жизни. И даже их машины отсюда. Ну, либо они сами убрали, либо кто не успел, тому помогли и эвакуировали. Но на Парк Эвене обычно запаркованы с той и с другой стороны автомобили, которые стоят здесь везде всегда. Конечно, очень неудобно жить с машиной. Даже если ты очень богатый, тебе это все равно не сильно поможет. И у жителей даже этих домов скорее автомобилей нет, чем есть. Даже если они тебе могут позволить паркинги и прочее. Просто это не так удобно. Вот как раз один из дорманов поливает цветочки у одного из богатых кооперативов на Парк Эвене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле это такой, как бы, городской марафон на расслабухе. То есть фактически город перекрывает огромное количество улиц для того, чтобы вы могли заниматься, в частности, бегом, но без каких-либо правил, дистанции, времени, соревновательного элемента. Вы просто наслаждаетесь городом. Просто бегаете и получаете удовольствие от Нью-Йорка. Я долго не мог понять, вот что-то такое странное ощущение. Понимаю, что что-то не так, но не понимаю, что. И вот сейчас наконец понял, что в Нью-Йорке очень тихо. Обычно всегда кто-нибудь гудит, рычит, сигналит, но всегда какой-то шум автомобилей. А вот сейчас на парк-авене абсолютная тишина, и это прям немножко даже пугает. Пока снимал, стал свидетелем одной забавной сценки, когда два нью-йоркских полицейских, но это трафик полиции, это люди, которые носят униформу, но полицейскими не являются. Они выписывают штрафы за неправильную парковку и регулируют движение на перекрестках. Но, тем не менее, у них есть форма, они сотрудники городской службы, и между собой они оба разговаривали на непонятном языке, не на английском. Так вот, они говорили между собой на Бенгале, и оба являются выходцами из Бангладеш. В трафик полиции очень много выходцев именно из этой страны. Это тоже такая часть жизни Нью-Йорка. Очень забавная, ну и немножко аномальная. Пустой Нью-Йорк, пара, идущая из труб. Что может быть прекраснее этим субботним утром? По-моему, уже ничего. Некоторые белые говны очень смешные, ребята. Ну что, а мы приближаемся уже к центральному вокзалу. У нас тут вокруг стало уже высоковато. Появились всякие небоскребы, построенные, строящиеся. А самое главное, что на перекрестках появились такие, как они называются, термические швы, наверное, которые делают, например, на мостах, когда они расширяются и сужаются в зависимости от температуры. Вот впереди, видите, такой поперек дороги идет какой-то странный железный, железная полоска с резинкой. Это как раз-таки шов. Дело в том, что мы сейчас уже находимся фактически над центральным вокзалом, над почти платформами центрального вокзала. То есть под нами уже подъездные пути вокзала, платформы. Платформа начнется, наверное, со следующего перекрестка. Может быть, уже началась. Потому что вокзал центральный построен открытым способом. И поезда находятся, как и Нью-Йоркское метро, как и Сабвей, фактически, под асфальтом. Вот здесь вот под нами. Здесь есть... Я уже это показывал в каком-то из роликов, когда гулял по этому району. Здесь есть решетки. Если в эти решетки заглянуть, то можно как раз увидеть крыши вагонов. Впереди до сих пор еще в лесах стоит отель Волдруф Астория. Вы его видели, этот отель в фильме «Поездка в Америку». Там король жил. «Поездка в Америку» 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 «Поездка в Америку в Америку» «Поездка в Америку» «Поездка в Америку в Америку» «Поездка в Америку» «Поездка в Америку» Ракурсы, конечно, потрясные. По-другому такие фотки не сделать. Кадры такие не снять. Мужик без ног вообще. Их вообще нет ног. Едет на велосипеде, крутит педали руками. Молодец какой, да? Нью-Йорк очень велосипедный город. Власти очень сильно и очень активно занимаются развитием велотранспорта, велой инфраструктурой, прокладкой новых велодорожек, тем, что делают существующие более безопасными, отгораживают их от движения автомобильного транспорта, делают выделенные полосы. Например, недавно на Бруклинском мосту убрали одну автомобильную полосу и вместо нее разместили защищенную, закрытую жесткими барьерами велодорожку. Раньше по Бруклинскому мосту было на самом деле опасно ходить, потому что велодорожка шла там же, где пешеходная, на которой всегда скапливались миллионы туристов. И носились при этом с безумной скоростью велосипедисты. И кто кого прибьет, в какой момент, это было вопросом просто времени. На это было реально страшно смотреть. Так вот сейчас велодорожка отдельно идет по нижнему ярусу, где-то машины, и никто никому не мешает, все довольны. Новые велодорожки открывают в богатых районах, забирают у людей парковочные места. Это, конечно, вызывает кучу недовольства. Например, в Верхнем Вессайте вдоль Центрального парка провожили велодорожку, и местные жители были очень сильно против, потому что там и так с парковкой все очень плохо. А тут еще забрали, на самом деле, ну где-то для этой улицы просто половину парковочных мест. Но, тем не менее, велодорожки побеждают и захватывают все новые и новые территории, становятся все более комфортными и безопасными. Это как бы не может не радовать. Если вы катаетесь по Нью-Йорку на велосипеде, то вы обязательно это оцените. Правила езды очень простые. Они, на самом деле, похожи на правила для автомобилистов. Просто не такие замысловатые, и убрано много лишнего. А в остальном вы должны следовать всем дорожным знаком, светофорам и прочему, и не делать то, что не делаете на машине. Например, вы не ездите на машине по тротуарам. И на велосипеде по тротуарам ездить тоже не нужно. Это как бы нарушение правил. За это, наверное, теоретически могут расштабовать, хотя я никогда не видел. Проблема в том, что, например, многие туристы, приезжающие из Европы или из других городов, как, например, Майами, где я катался и оказалось, что там нужно ездить по тротуарам. Они приезжают в Нью-Йорк, этого не знают, и это правило нарушают. Когда вы видите человека, который едет по тротуару, то, скорее всего, это будет турист, и вполне возможно, что делать это не специально. Хотя и некоторые местные, конечно, тоже так нехорошо и неправильно водят свой велосипед. В общем, по тротуару не едем. Едем по проезжей части. Желательно ехать по велодорожке, если она есть. Она, скорее всего, будет просто гораздо безопаснее, чем езда среди автомобилей. Единственное исключение с тротуарами связано с детьми до 12 лет. Вот им как раз-таки на дороге выезжать нельзя, а они будут ехать по тротуару. Если вы едете с ребенком, то получается, что вы должны ехать по велодорожке, а ребенок должен ехать по тротуару. Честно говоря, это не очень удобно. Я с дочкой катаюсь по велодорожкам, но стараюсь убирать те, которые закрыты бетонными блоками, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не выехал откуда-нибудь. То же самое касается направления движения. Если машины едут в одну сторону, то велосипеды едут в ту же самую сторону. Движение навстречу расценивается как движение навстречу на автомобиле. Вы должны останавливаться на все сигналы светофора. Естественно, загорелся красный. Вы на велосипеде ничем не отличаетесь от автомобиля. Останавливайтесь. Если есть знак «Стоп», вам также нужно остановиться. Вот эти вещи, которыми велосипедисты часто пренебрегают, и это то, что приводит к авариям, к травмам и даже гибели людей. Есть целая брошюра. И так как это город Нью-Йорк, то эта брошюра даже есть на русском языке. Если вам интересно почитать наши Нью-Йоркские велоправила, то я просто дам ссылочку. Она есть в описании к этому видео. Сходите, скачайте себе PDF-файл и прочитайте. Там все очень просто и доходчиво объяснено. Даже доставщик или просто мужик на своем велике. Хотя, скорее всего, доставщик. Судя по ящиковым мешкам. Субтитры подогнал «Симон» Кто-кто. Вандербюд в пальто. Корнериус. Комодор. Ну вот и начались привычные мерзкие звуки. Это вам тишина какая-то непривычная, звенящая на Парковине. Что-то здесь не так было. Так, ну что, двигаемся дальше. Я тут побегал вокруг центрального вокзала. Кто-то наслаждался видами, кто-то наслаждался атмосферой. Очень классно. Вообще, как в саги с кинокомедии, все бегут. Если отдых, то активный, если праздник, то спортивный. Мне кажется, что Summer Street нью-йоркский соответствует этому лозунгу целиком и полностью. Людей уже стало реально много. Вот здесь уже как раз в районе центрального вокзала, в узком месте, чувствуется, когда народ сжимается из трех полос, из четырех полос в две, то сразу ощущаешь, что людей стало сильно-сильно больше. Африканские блогеры ведут трансляцию. Нью-Йорк, кто готов к рок-н-роллу? На этой улице сегодня вечером, да? Да! Я думаю, что это время, чтобы мы идти. Да, давайте начнем, Нью-Йорк. Будьте безопасны. Добрый день, тоже. Ну, вот видите, кто-то просто стоит с табличкой, а у кого-то прямо в жизни праздник, вот этим праздником делится с другими. Было очень клево. Надо еще немножко сказать по поводу правил. За нарушение велосипедистами правил дорожного движения наказания точно такие же, как у автомобилистов. То есть, если вы проехали на красный, то оштрафуют вас точно так же, как меня, который бы на машине проехал на красный свет. Единственная разница, что у вас нет страховки на машину, у вас нет системы баллов, у вас страховка не подорожает из-за этого. Но нарушение достаточно болезненное за красный свет, если я не ошибаюсь, штраф 250 долларов. И для людей, которые, например, занимаются велодоставкой, там, мексиканцы, которые разводят еду, 250 баксов, это может быть его недельный заработок. И один раз я лично наблюдал картину, когда мексиканского такого доставщика тормознули копы, и его ловили, он в обморок упал. Он, когда услышал размер штрафа, у него подкосились ноги. Его копы поймали и просто его обдували, и говорили, чувак, успокойся, ну что поделаешь, надо с этим смириться. Поэтому наказание достаточно серьезное. И хотелось бы, чтобы все соблюдали правила, и от этого бы наша езда и автомобилистов и велосипедистов была гораздо более безопасной. Но, к сожалению, велосипедисты к ним относятся как-то более наплевательски, что ли. Поэтому и часто всякие происшествия, связанные с велосипедистами, происходят по их вине. У меня вот один раз была ситуация, когда я поворачивал у центрального парка, девушка просто поехала на красный, бросилась с нее под колеса, ей побикбикало, она мне средний палец показала. То есть, она не то чтобы нарушила, она еще считает, что, в общем-то, надо меня еще в ответ оскорбить. Еще интересно, что у велосипедистов также есть ограничение скорости при движении по городским улицам. Для автомобилей ограничение скорости в Нью-Йорке составляет 25 миль, это 40 км в час. Но на 5 миль, на 5-6 миль вы можете легко превысить и ехать 31, например, милю. Или с 50 км в час вас даже камера на этой скорости не зафиксирует. Надо превысить больше, чем на 10 миль. А для велосипедистов ограничение скорости составляет 20 миль в час. 20 миль в час, это у нас 32 км. Но, мне кажется, на велосипеде особенно быстрее вы не поедете, хотя сейчас очень много электрических велосипедов, которые ездят достаточно быстро. И на таких гонщиков полиция, например, устраивает облабы в парках. На городских улицах, опять же, я никогда не видел, вполне возможно, что полиция тоже ловит. Но я читал статью, что в парках, парковая полиция, в центральном парке ловила велосипедистов за превышение скорости. Потому что как-то там произошел прям смертельный инцидент. Когда несущийся на полной скорости велосипедист врезался в пешехода, тот упал, ударился головой и умер. И после этого их стали ловить. Стоят в кустах полицейские с радарами и стреляют в сторону несущегося велосипедиста. Не так давно газета New York Post проводила свое собственное расследование. Они также пытались замерять скорость велосипедистов и тех, кто едет на электрических байках. Оказалось, что огромное количество людей превышает 25-мильный лимит и едут со скоростью даже больше. Особенно на мостах, а особенно на съездах вниз. И сейчас, конечно, к велосипедистам еще прибавилось огромное количество людей на электрических байках, которые действительно развивают скорость, которые значительно больше того, чем вы можете добиться, просто крутя педали. Скутеров в городе у нас, к счастью, не так много. До сих пор их не легализовали. И вполне возможно, что на Манхэттене их так и не легализуют. Потому что есть реальная опасность, что на них начнут массово кататься туристы. И это приведет к большому количеству происшествий. Поэтому скутеры легализованы очень фрагментарно. Например, и в Бронксе в определенных кварталах есть программа по прокатным скутерам. Но вы можете съездить на своем личном. Сейчас я, как и многие, катаются на своем собственном скутере, который у меня просто болтается в багажнике автомобиля. А вот прокатных систем в городе, к счастью, нет. Поэтому трафика такого опасного скутеристов на улицах Манхэттена не наблюдается. Я не знаю, как у вас. У меня уже от велосипедистов немножко в глазах рябит. У меня перегруз с велосипедистами, наверное, на год вперед случился. Их слишком много. И бегунами тоже. По статистике велосипедист в шлеме получает увечья головы на 73% меньше, если он едет в шлеме. То есть на 73% ездить безопаснее для вашей головы. Что, на самом деле, вроде как актуально и важно. Но большинство людей шлемов не носит. И город понимает, что не может заставить людей одеть шлемы. Он очень сильно рекомендует. Он их просто раздает бесплатно. И вот на сегодняшний день город Нью-Йорк уже раздал 260 тысяч бесплатных велосипедных шлемов. Это происходит каждый месяц несколько раз в разных районах города. Где-то они эти акции проводят специально под велокурьеров, например, которые занимаются доставкой еды. На сегодняшнем мероприятии они просто раздавали всем желающим. Вы подходите, вам измеряют окружность вашей головы, чтобы подобрать правильный размер шлема. Рассказывают, как его правильно одеть, как его поднастроить, как его правильно носить. И, пожалуйста, у вас теперь есть шлем. Пока шлемы есть в наличии, сегодня раздавали всем, любой желающий мог подойти и взять. Когда снимаешь где-нибудь в других городах, часто бывает, что в кадре никого нет. Здесь другая проблема. В кадре всегда кто-то есть. Сделать кадр без людей уже невозможно. Они тут просто всюду идут нескончаемым потоком. Зачем он так делает рукой? Как будто скорость переключает, интересно. Что это? Вот что мне нужно, это питьевая вода. Причем интересно, что видите, она подключена к гидранту, к нью-йоркскому гидранту. Вода вполне пригодна для питья, вполне чистая. Поэтому не нужно что-то специальное придумывать. Просто прямо к гидранту. Прикрутили шланг, поставили питьевые краники и все. Так, ну стало совсем людно. Вот прям очень людно. Прям очень-очень много людей сейчас. Мы сейчас приближаемся к Мэдисин Сквер Гарден. Вот он с правой стороны там. Здесь у нас как раз будет здание Метрополитен Иншуренс. Башня. Несостоявшийся стаэтажный небоскреб, который они построили. Власти сообщают, что ежегодно мероприятие посещает 300 тысяч человек. Хотя, опять же, непонятно, 300 тысяч в один день или 300 тысяч в эти три субботы. По 100 тысяч в каждую. Но, тем не менее, я не знаю, сколько было людей. Но людей было очень много. Это вот видно просто по картинке, которую я снимал. Людей вокруг было огромное количество. И иногда даже было тесно. Особенно, когда толпа велосипедистов скапливалась на перекрестках, то ты такой ощущал себя немножко даже уже такой в Юго-Восточной Азии. Уже немножко не Америка это все отдавала чем-то таким Вьетнамам или чем-то еще, что мы видели в кино, что у меня четко ассоциируется с большим количеством велосипедистов. Нью-Йорк пока город, в котором все-таки больше машин и пешеходов. И филосипедисты пока только начинают завоевывать пространство. Хотя их на самом деле огромное количество. Фига себе народу уже. Особенно в UpTown. Так как сегодня велосипед в Нью-Йорке – это самый настоящий вид общественного транспорта, то к нему относятся очень серьезно, в том числе и к статистике по поводу пользования велосипедом в городе. И на эту тему есть достаточно интересные цифры. Вот, например, цифра говорит о том, что в городе 1,7 миллиона человек регулярно пользуются велосипедом. В среднем каждый день в Нью-Йорке совершается 530 тысяч поездок на велосипеде. Общая протяженность городских велодорожек в Нью-Йорке на 2020 год составляла 2212 километров. Но эти данные устарели. Более свежих пока не публиковали. Я думаю, что там была проблема с ковидом. Но за эти два года количество велодорожек прибавилось сильно. Поэтому их сейчас на самом деле сильно больше. Мало того, какие-то велодорожки просто качественно изменяются. То есть они были просто разметкой на дороге. А сейчас это уже выделенная, огороженная, максимально безопасная полоса для движения велосипеда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СМЕЖНЫЕ КОНЕЦ СМЕЖНЫЕ, конечно, люди стоят некоторые. Вот прям реально раздают положенную энергию. ЛАВ Ю, БАЙ! Люблю вас, пока! ЛАВ Ю, БАЙ! Говорит, что он всех любит. Ну, очень круто. Молодец! Так, двигаемся дальше. Да, навстречу прямо, блин, реально толпло. Мне кажется, вниз, в даунтаун, едет меньше людей, чем наверх. Это было неплохо. Двухэтажный, дабл-декер. Так, где же раздача воды-то? Нью-Йоркская вода с собой. Окей. Стаканчиков только нету. Вода есть, стаканчиков нету. А, на самом деле, у них есть. Стаканчики просто не кончились. В ведущем пункте стаканчик прикольный, очень офигительный. Раздают всем бесплатно. Сейчас открою его. У него есть крышка. И он резиновый. Раскладной, походный. Сейчас на водичке наберем. Сейчас на водичке наберем. Класс. Ну, то есть, очередные компании, которые в качестве рекламных всяких акций раздают свою продукцию. Ну, пойдемте посмотрим, что здесь вообще происходит. Что дают, что рассказывают. За всякими ништяками я стоять уже не буду. Неинтересно. Водички я попил. Стаканчик мне дали. Самая главная проблема решена. Просто хочу посмотреть и показать. Самому интересно, что же здесь происходит. Ну, здесь, понятное дело, раздача витаминной воды. Так себе, если честно, напиток. Главное, что там сахар есть. Я не люблю сладкое. Раздача каких-то соусов индийских. Странный выбор. Взрывная энергия. С4. Какой-то энергетик. Но обойдемся тоже без них. Лотерея. Чипсы из грибов. Машин чипс. Надеюсь, у них галлюционогенных. Еще напиток. И еще напиток. Ну, в общем, сплошная вода. И еще и камбуча в конце. То есть люди стоят в очереди, чтобы выпить стаканчик камбучи. Да, народ, конечно, тяга к халяве. Нужно, не нужно. Дают, надо брать. А, здесь у нас департамент уборки улиц. Раздает стикеры, магнитики. И проводит программу о том, что все нужно утилизировать. Человек мусорное урло рассказывает о том, как надо избавляться от мусора полностью. Тут еще раз хочу отметить одну особенность Нью-Йорка в том, что народ расслабленный. То, что народ не комплексует по поводу того, что происходит. Вот никто не переживает, что там танцевать он будет нелепо. Или смотреться он будет не так, как он себя представляет. Все расслабляются и все веселятся. И это заражает следующих людей. Они тоже веселятся. Следующих, следующих. И вот эти вот волны веселья, хорошего настроения, они реально начинают захватывать просто район за район. Очень сложно объяснить энергетику Нью-Йорка и то, за что мы его любим при всех его глобальных недостатках. Нью-Йорк город, который просто мега далек от совершенства. Но при этом это охренительный город. Именно вот благодаря таким вещам. На самом деле ничего же нет уникального. Ну, подумаешь, власти провели какое-то спортивное, оздоровительное мероприятие. В общем, надея не бывает. Я думаю, что в каждом городе крупном проходит что-то подобное. Но почему-то в Нью-Йорке от всего этого не видят какой-то искусственности. В ней нет. Все какое-то натуральное, все живое, все душевное, теплое и ламповое. Легко же говорить «Боутекс». Тут, в общем, проблема с трафиком уже начинается среди велосипедистов и бегунов. Так как много, например, навстречка уже не влезает в свою полосу. Им уже тяжело там. Блин, мужик без ног круги наворачивает-то. Я его уже третий или четвертый раз вижу. То есть пока я один раз еще не доехал, он уже несколько раз ездил. А тут у нас, я смотрю, культовые фильмы зарисовывают. Справа прапорщик задов, я так понимаю, в образе. Я не помню, кто там был. Осторожно, модерн. Но там был такой чувак. А слева это заводной апельсин. Стэнли Кубрик. Я думаю, что многие заметили, что где-то треть, наверное, потока велосипедистов, которые едут сегодня по улицам Нью-Йорка, составляют люди, едущие на синих велосипедах с надписью «City Bike». Ну, обращают внимание, что они все одинаковые, что их очень много. Это велосипеды прокатной системы, которая работает в Нью-Йорке с 2013 года. И за эти годы очень-очень сильно увеличилась в размерах. Если начинали они с Манхэттена, с туристических районов, то сейчас система обслуживает уже и Бронкс, и Квинс, и Бруклин, и Статон-Айланд, и в Нью-Джерси есть базы прокатных ситибайков. И даже на Губернаторском острове, который как бы находится отдельно от остального города, там тоже есть несколько станций ситибайка, там тоже можно взять и в прокат. По статистике, которая была у них опубликована за июль, в среднем в день совершается 109 тысяч поездок на ситибайках. И каждый велосипед в среднем использует 4 с небольшим раза. У ситибайка есть три варианта пользования. Есть годовая подписка стоимостью 185 долларов, есть дневной абонемент на неограниченное количество поездок, но вам нужно будет сдавать велосипед, помните, да, раз в полчаса. Или просто единовременная поездка. Годовой абонемент стоит 185 долларов, дневной абонемент неограниченный стоит 15 долларов, а одна поездка стоит 3,99. Ну, как я понимаю, самый популярный формат это как раз-таки дневные абонементы, потому что ими активно пользуются туристы. Люди же, живущие в городе и пользующиеся велосипедами для того, чтобы комьютить на работу и обратно, или ездить по делам, конечно же, в основном подписываются уже на год. Для жителей социальных домов Нью-Йорка есть специальная цена. Им велосипед обходится всего лишь в 5 долларов в месяц. Те же 5 долларов платят те, кто получают специальные талоны на дополнительное питание. Но это люди с маленькими доходами, которые просто подают по городской программе. Это не фудстемпы, это городская программа специальных талонов, которые вы можете отоварить в магазине. Вот если вы являетесь пользователем такой программы, то ситибайк вам тоже будет обходиться в 5 долларов в месяц. Поэтому на ситибайках часто ездят люди, которые живут в социальных домах, и люди, которые имеют маленькие доходы, то есть считаются малоимущими. Для них это хорошая альтернатива общественному транспорту и хороший способ за недорого перемещаться по городу. Таким образом, город как бы выполняет и социальную функцию, и снимает нагрузку с общественного транспорта. Если вы не вернете велосипед через сутки, то он будет считаться украденным, и с вас снимут сумму в размере 1200 долларов. То же самое случится, если вы разобьете велосипед, или у вас его украдут. Если вы помните, я гулял по Инвуду, и как раз вам показывал один из таких украденных велосипедов, так вот очень возможно, что кому-то вот этот велик обошелся в 1200 долларов. Кто-то заплатил за то, что велик не был возвращен обратно в течение суток. На самом деле, совершенно не смешно, когда кто-то ворует чужие велосипеды. Помимо проката сети байка, в этот день еще предлагался бесплатный велопрокат. Его организовывала одна из прокатных компаний. Единственное, что нужно было там оформить, вы давали данные кредитной карты, если вы вдруг велосипед заберете и не вернете, чтобы было что с вас снять. Все остальное было совершенно бесплатно. Мы давали и велик, и шлем, и карту, и вы могли кататься сколько угодно. Ну, велосипеды, естественно, давали столько, сколько было в наличии. Было несколько пунктов проката, и когда я начинал кататься, велики были везде. Когда я уже возвращался обратно в Гарлем, то там уже стояла очередь, а велосипедов не было. То есть люди сдали, пока кто-нибудь вернет. Плюс было несколько точек, где велосипеды ремонтируют. Это делала как раз-таки та самая организация, которая занимается велопробегом Fivebore. Они знают, что такое велосипед, они знают, что это штука, которая может сломаться. Сломаться она может в самый неожиданный момент. И самая как бы большая проблема, что ее нечем чинить. У вас нету запчастей, у вас нету чем подлатать эту шину, у вас нету ключа, чтобы завинтить. Большинство людей, я думаю, даже просто не умеют это делать, и просто не имеют таких навыков по ремонту. Они обычные велопользователи. И поэтому для них стали волонтеры, которые подкручивали, подмазывали, подклеивали, настраивали, регулировали и ремонтировали велосипедисты. Их, что надо отметить, у этих людей всегда стояла большая очередь. То есть всегда были желающие, которым нужно было что-то починить. Поэтому вот все эти локации, которые я проезжал, там было много реально желающих что-нибудь починить. Следы отманок у девушки на спине. Не знаю, мне кажется, что такие мероприятия дают какое-то чувство единения. Население, что они из жителей дорогущих тесных квартир начинают ощущать себя вот теми самыми нью-йоркцами именно в такой момент. Никогда они там сидят дома, смотрят телевизор, никогда не едут на работу. А вот когда они в выходной день выходят с другими нью-йоркцами, точнее, нью-йоркерами на улицу, и вот в какой-то такой общий поток становится малой его частью, и начинают такое направленное движение. Не знаю, как это объяснить, но вот именно такие эмоции у меня сейчас в голове. Очень крутое мероприятие. Я, честно говоря, уже сегодня говорил, я троможу, я сегодня не спал вообще. Вчера занимался видео, потом не смог уснуть, а потом подумал, что ну и уже не уснул, так и не надо, наверное. И поехал снимать. Потому что вчера вечером я был уверен, что я снимать не поеду. Сил, правда, не было. Ну, уже, коль так сложилось, так сложилось. Я приехал сюда, но сейчас, если честно, я уже забыл, что я не спал. Прямо такой вот энергетический напиток. Глоток чего-то очень мощного, что тебя заряжает и не отпускает. Ну что, мы достигли даунтауна. У нас впереди Манхэттенское муниципальное здание и прямо за ним будет уже Бруклинский мост. Только что попал в кадр телеканала Fox. Все, мы покидаем Summer Street. Было объявление. Это значит, что территория, выделенная под мероприятие, закончилась и мы с вами доехали до City Hall. Сейчас я развернусь и поеду в обратную сторону. Тут еще проходит какой-то политический велоактивизм. Карлина и Вьера. Что-то снязанное с ней. Наверное, что-нибудь про выборы и демократов наверняка. Серьезного правительственного здания суда, который, я думаю, что все видели в кино. Сейчас вместо судебных решений, вместо победивших и проигравших адвокатов и обвиняемых люди играют в волейбол. Клуб Бега Дайкман. Я их видел на улице. Вон будет. Я даже снимал этого чувака. Нью-Йорк большая деревня. Ну что, я зафиксирую факт прибытия к Бруклинскому мосту. Вон перед нами. На ту сторону ехать у меня планов нету. Я сейчас просто двинусь обратно в Гарлин. Надеюсь, мне хватит заряда батарейки. Иначе придется потом толкаться за ногой. Огромное спасибо, что досмотрели. Огромное спасибо, что путешествовали сегодня со мной по Нью-Йорку. Погружались в мир велосипедов и закрытых движений автомобилей улиц. Мне очень понравилось. Надеюсь, что вам понравилось тоже. Обязательно буду следить за подобными событиями и посещать их впредь в будущем и в Нью-Йорке, и не только в Нью-Йорке. Огромное спасибо всем, кто лайкает и комментирует. И отдельный мой традиционный нереальный респект всем, кто поддерживает этот канал. Это самые главные люди, благодаря которым вообще все, что вы видите, случилось и вышло в эфир. Я просто жму каждому из них руку и каждый раз благодарю. Вы очень крутые. Спасибо вам огромное. Если вам нравится то, что я делаю, если вы хотите поддержать выход новых видео, то сейчас для этого самый подходящий момент, потому что система с монетизацией на Ютюбе она поломалась. Ролики в русскоязычном сегменте монетизируются очень-очень плохо, поэтому для таких людей, как я, которые создают контент, самое важное это поддержка. И только благодаря этой поддержке я могу продолжать делать то, что я делаю, снимать, монтировать и выкладывать. Поэтому, если вам нравится то, что я делаю, если вам нравятся мои материалы, если вы хотите поддержать канал, то все необходимые ссылки есть в описании к этому ролику. Там можно сделать одноразовый донат на моем сайте, там есть PayPal, есть кредитная карта, есть крипта. Но самый крутой формат это оформить ежемесячную подписку на сайтах Boosty или Patreon. Еще раз огромное всем спасибо, скоро увидимся, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok